Здравствуйте друзья! В этом обзоре мы с вами познакомимся с еще одним ZigBee датчиком из экосистемы Tuya Smart, который относится к классу аварийных. То есть его срабатывание означает что-то нехорошее. Это датчик задымленности. А когда в комнате находится дым, обычно это не означает ничего хорошего. Интерфейс ZigBee. Размеры 90 на 37 мм. Рабочая температура от минус 10 до плюс 50 градусов Цельсия. Элемент питания CR123A. Тип сенсора фотоэлектрический. Громкость сирены 85 дБ. Приехал датчик безликой белой коробки без опознавательных знаков, если не считать параметры устройства на наклейке и с задней стороны коробки. Коробка довольно хлипенькая, но продавец хорошо постарался при упаковке, так что все дошло в целости и сохранности. Кроме датчика в комплект поставки входит пакет с крепежом и небольшая инструкция на английском языке. В инструкции описано, как разбирать датчик, как монтировать на стену. Указано, что для перевода в режим сопряжения нужно зажать кнопку на 5 секунд. Крепить можно как на два самореза, так и при помощи двустороннего скотча. При этом намертво крепится только задняя крышка датчика, а само устройство можно снимать. Датчик имеет круглую форму и выполнен из белого пластика. На фронтальной части находится единственная кнопка из полупрозрачного материала, а под ней находится светодиодный индикатор. На задней съемной крышке продублированы технические параметры устройства и указана дата изготовления. Датчик изготовлен менее чем за месяц до того, как я его заказал. По всей окружности торцевой части проходит специальная перфорация, через которую внутрь может попадать дым. Тут используется фотоэлектрический датчик, который реагирует на видимые частицы дыма. Чтобы снять заднюю крышку, нужно слегка повернуть ее против часовой стрелки, крепится она на четырех защелках. Чтобы элемент питания не разряжался, а тут используется 3-х вольтовая батарейка CR123A, при пересылке ее контакт изолируют при помощи предохранительной вставки, которую нужно убрать перед использованием. А это тампер, контакт, на который нажимают специальный рычаг на задней крышке устройства. Таким образом определяется момент снятия датчика. Протестировать датчик можно нажатием на кнопку писк довольно громкий. Перевод в режим сопряжения удерживанием кнопки около 5 секунд, индикатор начнет мерцать зеленым цветом. Датчик также будет пищать и при снятии задней крышки. Датчик предназначен для Tuya Smart и для работы ему нужен любой экосистемный Zigbee шлюз. Переходим в меню добавления дочерних устройств, запускаем на датчике режим сопряжения, после чего он обнаружится шлюзом и будет добавлен в систему. Как и датчик протяжки, про который я недавно рассказывал, герой обзора относится к охранным или точнее аварийным датчикам. Поэтому приложение после его добавления предложит проверить работу уведомлений и напомнить добавить Tuya Smart в автозагрузку. Плагин тоже очень похож на датчик воды, только в центре изображения дыма, а не капли. При обнаружении задымления приложение пришлет тревожное уведомление об этом. Все события будут сохранены в журнале сработок устройства. В настройках плагина можно указать при каких событиях будет приходить уведомление, тут есть три варианта. Тревога по дыму, снятие датчика и низкий уровень заряда. Делать отдельно автоматизации для этих уведомлений не нужно. Тут же можно проверить наличие обновлений для устройства. Кроме аварийных уведомлений устройство можно использовать в качестве триггера для сценария. Тут доступны тех же три группы событий. Задымление, снятие и уровень заряда. Датчик дыма и тампер это бинарные сенсоры, каждый имеет два состояния. Для первого это есть задымление или нет, для второго датчик установлен или снят. Кроме этого есть возможность использовать в автоматизациях уровень заряда источника питания. Для интеграции в альтернативные системы есть несколько вариантов. Один из них интеграция через zigbee2mqtt. Запускаем процесс подключения и ждем пока датчик появится в системе. Определяется датчик корректно, отображается его изображение. Изначально залетают только сенсоры уровня заряда и сигнала, а если нажать на кнопку датчика, появится много всего дополнительного, целых 8 бинарных сенсоров. При этом в Home Assistant перебросится только три сущности. Бинарный сенсор дыма и уровни заряда и сигнала. Срабатывание сенсора задымления можно имитировать нажав на кнопку датчика, а тампер сняв крышку. Для использования в Home Assistant этот сенсор тампера придется прописывать вручную. В SLS шлюзе датчик поддерживается в прошивках начиная от версии от 11 октября 2020 года. Переходим в меню добавления устройств, запускаем его и переводим датчик в режим сопряжения. После прохождения интервью датчик появится в системе. Тут изначально тоже появляются не все сущности устройства. Для появления остальных нужна имитация срабатывания. Для дыма, как я и говорил, это нажатие на кнопку, а для тампера это снятие задней крышки. Сенсор заряда батареи появится сам. В отличие от интеграции ZigBit у MQTT, SLS шлюз пробрасывает в Home Assistant все появившиеся сущности. В данном случае их четыре включают ампер. При сработке тревоги по низкому уровню заряда появится и этот сенсор. Проверить работу сенсоров несложно, кнопкой снятием крышки. Для тестирования я использовал небольшой тлеющий кусок бумаги. Как видно дым есть, но его совсем немного. Для реакции датчику понадобилось около 15 секунд. Сначала включил красный диод и сразу после него сирена. Датчик задымления, впрочем как и датчик протечки, по моему глубокому убеждению, должны быть в каждой системе умного дома, потому что они могут вас очень неплохо выручить, а возможно даже и спасти. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что все самое интересное, новости, обновления, мои мысли, информация о новинках, а также купоны и акции на товары умного дома, можно найти в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч.